Здравствуйте! В эфире информационная программа Новости 24. С вами я, Хадижа Курбанова. Коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Не попались. Понимали, что человек не справляется. Что удалось и что не удалось Владимиру Васильеву и какие надежды возлагают дагестанцы на Сергея Миликова, заступившего на пост главы республики. Своим мнением с нашим телеканалом поделились политологи, экономисты и простые люди. Подробности через несколько минут. Хищение электроэнергии на 288 миллионов и неуплата налогов на 29 миллионов рублей стало известно о крупных махинациях в организациях Дагестана. Более двух тысяч школьников приняли участие в конкурсе «Золотые правила нравственности». Участников самых эмоциональных выступлений наградили памятными призами. Перемены в руководстве Дагестана. Второй генерал подряд. Владимир Васильев ушел в отставку, а на высоком посту его сменил Сергей Миликов. О том, чего ожидается от нового лидера и какие сферы жизни требуют от врио главы республики особого внимания, мы узнали у политологов и экспертов. Подробности в сюжете по тьме от Ханаповой. Ровно три года на посту главы Дагестана. Отставка Васильева произошла в тот же день, в который он вступил в должность. Сначала с приставкой в Рио, а с сентября 2018 года уже официально в ранге полноценного главы. Что удалось и не удалось команде Васильева, еще предстоит проанализировать экспертам. Но сейчас дагестанцев в большей степени волнует не то, что было, а то, что будет. Об этом мы и поговорили с политологами, экономистами и журналистами. По мнению экономиста Халила Халилова, главная задача, которая стоит перед Миликовым – собрать хорошую команду и обратить внимание на реальные запросы людей, не ориентируясь на цифры из справок. Его задача – это просто оценить адекватные ситуации, перспективы и цели, и адекватно всем этим задачам набрать команду эффективных управленцев, людей, которые будут работать на будущее Дагестана. Завышенных ожиданий нет такого? Ну, на Америку завышенных ожиданий нет, потому что уже чувствуется, что все-таки в республике и не только, и в Москве понимали и сделали правильное решение по отставке, не по болезни, понимали, что человек не справляется. Уделить внимание социальной жизни и нацелить команду на добросовестную работу – также одна из важнейших целей, отмечает главный редактор общественно-политической газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов. По его словам, экономического прорыва в республике со смены руководства ожидать не стоит. Безусловно, все ждут от Сергея Алимовича или от любого руководителя республики экономического прорыва, но мы должны понимать, что экономического чуда не будет, не может быть экономического чуда в отдельно взятом субъекте, когда есть серьезные проблемы у страны в целом. Если даже такое возможно, то эта история не про Дагестан, потому что здесь слишком много разных факторов, влияющих на экономику, это геополитическое положение самого субъекта, это слишком много разных интересов, группировок слишком разных. И ему придется свою команду направить на решение простых житейских вопросов, огромное количество вопросов, в том числе, которые к нему будут поступать через СМИ, через общественные организации. Эти вопросы часто не требуют серьезных экономических вложений, они требуют всего лишь, чтобы чиновники не кошмарили бизнес и чтобы они просто добросовестно выполняли свою работу. Ну а политолог Ханжан Курбанов, напротив, считает, что у нового руководства есть все шансы поднять экономику. Для этого, по словам эксперта, нужно лишь поддержать инвесторов с инновационными проектами, которые по тем или иным причинам тормозились как на местах, так и в Белом доме. Есть тоже задел, кстати, достигнутый командой Васильева. Создан инвестиционный совет. Раньше как же, проходил инвестор, потенциальный чиновник, он закрывался в кабинете с ним и говорил, а что мне будет с этого, где мои 20-30 процентов. Реально так происходило в республике. Создан инвестсовет, в который входят эксперты, представители общественности. И они будут определять приоритетный проект инвестиционный для дальнейшего его развертывания на территории. То есть не будет... Вот этот задел надо развивать. То есть здесь задел, надо этот механизм дать заработать. Вот новой команде, конкретно Сергею Меликову, необходимо... Десятки лет они развиваются, но пока их не слышат, этих людей, которые работают в инвестиционной сфере. Вот их надо услышать тоже, выслушать их и дать им возможность развивать. Неней много, но все эксперты сходятся в одном. Завышенные ожидания, которые неизменно сопровождали новое руководство республики, могут оправдаться лишь частично. В один голос политологи и журналисты говорят о важности открытого диалога власти с людьми. Как со СМИ, так и с общественными организациями и бизнес-сообществом. То есть самыми широкими слоями народа. Как раз у простых дагестанцев мы решили узнать, что они думают о политической ситуации в республике. Ну, Ранель Боза, это человек, Ранель Боза, надо было уходить нормально. А как вы оцениваете его деятельность на посту? Положительную, удовлетворительную, хорошо. Мне нравилось, что он серьезный, серьезно относился. Ну, Василий Луччик, конечно. Да? Почему? Как вы оцениваете? Потому что он в коррупции, значит. Так, значит, мы занимаемся сетевым маркетингом, нам поэтому все равно, кто там будет. Ну, что тогда и поменялось. Что именно? Ну, например, я как автолюбитель могу заметить, что дороги хотя бы поменялись. А у Меликова есть перспективы на вашей степени? Конечно, есть. Он молодой, энергичный генерал. И, конечно, мы рады, что придет кто-то новый, значит, будет что-то по-новому нести. Надеемся на лучшее. Мы всегда надеемся. Надеемся на лучшее. Всегда ждем на лучшее, чтобы улучшится что-то. Многообещающий человек. Он очень грамотный, во-первых. И самое главное, что он из Дагестана. Он понимает каждого. А какие у вас ожидания от нового главы Меликова? Больше динамики такой же положительной. Сотрудника колонии, из которой сбежали шесть заключенных, обвиняют в халатности. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по Республике Дагестан. Следствие предполагает, что младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии номер два УФСИНА по Республике Дагестан проявил халатность в работе и допустил побег из-за невнимательного отношения к службе. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, что 22 сентября шесть заключенных исправительной колонии строгого режима в поселке Шамхал сбежали из мест заключения. Предварительно они вырыли 50-метровый тоннель, сделав подкоп на территории цеха по изготовлению шахмат. Спустя неделю беглецы были задержаны в Калмыкии. В Дагестане выявлено хищение электроэнергии на сумму более 288 миллионов рублей. По предварительным данным, бывшие руководители энергосбытовой компании в период с февраля по май 2020 года произвели необоснованные начисления электроэнергии на несуществующих абонентов и двойные лицевые счета. Тем самым причинив ущерб дагестанской энергосбытовой компании на сумму 288 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Руководство Махачкалинского водоканала подозревают в махинациях с налогами на 29 миллионов. Об этом сообщает молодежь Дагестана со ссылкой на Следственный комитет России. По данным издания, руководство общества обвиняет в сокрытии денежных средств, с которых должно было производиться взыскание налогов. Общая сумма неуплаченных налогов – 29 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В Дагестане сотрудники полиции перекрыли поставку синтетических наркотиков. На федеральном контрольно-пропускном пункте сотрудники МВД остановили автомобиль под управлением 37-летнего жителя Вологодской области. При осмотре машины правоохранители обнаружили тайник под обшивкой крыши, стоек дверей и консолей автомашины. Всего было изъято около 2 килограммов метилофедрона и 511 таблеток экстази. Продавцы опасного груза были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В Махачкале завершился финал республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходил в течение года среди школьников начального, основного и среднего уровня образования. Всего участие в конкурсе приняло около 700 школ. Это более 2000 школьников с разных городов и районов республики. Кто в итоге стал победителем, расскажет Хамзан Румагамедов. «Войска напали на нашу страну! Войска на народ!» Эмоциональное представление и красочное оформление декорации. Школьники разных возрастов театрально воспроизвели горестные и радостные страницы событий Великой Отечественной войны. За звание лучшей республиканской школы в финале соревновались 36 команд начального, среднего и основного уровня образования. «Участвуя и соревнуясь в данном проекте, молодежь приобретает и познает те лучшие традиции, то лучшее наследие, что нам оставят наши предшественники». Подведение итогов и награждение победителей состоялось во время торжественного обеда в ресторане «Сальва». Поздравить ребят пришли из министерства, ведомств республики, общественные и религиозные деятели. «Этот конкурс нам все-таки удалось реализовать. Дело не в том, что красиво называются «золотые правила нравственности». Дело в том, что дети имели реальный опыт, не абстрактно, все-таки для маленького ребенка слова «честь», «нравственность» – это какие-то очень сложные философские категории. Они должны видеть и чувствовать примеры. Лучшего, более осязаемого примера, чем подвиг наших дедов и прадедов, защищая нашу Родину, его просто невозможно придумать, его не нужно придумывать. Поэтому наша задача и задача этого конкурса, и, конечно, огромную благодарность всем его организаторам, и педагогам, и наставникам за то, что вот через вот эту великую память прошлого мы детей приобщаем к самым важным, самым сложным жизненным и нравственным категориям. По итогам финала конкурса победителем среди школьников начального уровня образования стала команда из Сулейман-Стальского района. Среди школьников среднего и основного уровня образования первые места заняли коллективы из учебных заведений Дербента. Я с удовольствием участвовала в конкурсе. Много узнала о войне, и я сделала первое место. Я хочу поблагодарить организаторов, инициаторов сегодняшнего мероприятия, конкурса «Золотые правила нравственности». Такого же характера конкурсы, они играют большую роль в жизни детей, в воспитании духовно-нравственного развития, патриотического. Это есть уважение к Отечеству, к Родине, это есть уважение к нашим предкам истории. Этот конкурс очень многое дал нам и нашим деткам, потому что все дети очень большим сопереживанием готовились к этому конкурсу. Были очень много трудностей, но мы все их преодолели. И я думаю, сегодня все те, кто участвовал в этом конкурсе, они получили очень многое. И думаю, что бесценным этот конкурс ни для детей, ни для нас, взрослых, никак не прошёл мимо. Всем победителям и призёрам вручили грамоты и денежные вознаграждения. За первое место команды получили сертификат на сумму 50 тысяч рублей. За второе и третье место по 30 и 20 тысяч рублей. А мы уже разговаривали с Федеральным агентством по делам национальности Российской Федерации о том, чтобы мы им отправим концепцию, чтобы сделать его всероссийским. Потому что те вещи, те направления, ту основу, которая содержит золотые правила нравственности. И этот конкурс, это нужен любому субъекту Российской Федерации. Организаторами масштабного нарастно-патриотического конкурса выступили Минас Республики и Дагестанский гуманитарный институт при поддержке духовенства региона. Они намерены сделать мероприятие ежегодным, с привлечением ещё большего количества участников. И к новостям спорта любительский клуб «Казбек» обыграл чемпиона и стал обладателем Суперкубка Национальной футбольной лиги. Первый розыгрыш этого трофея состоялся накануне на стадионе Дагао. Атмосферу матча прочувствовал наш корреспондент Курбан Рагимов. Он с кромки поля следил за развитием событий. Грозный «Казбек» и сильный «Монолит». Так в МФЛ анонсировали игру двух лучших команд по итогам сезона. Встреча победителя регулярного чемпионата и обладателя кубка обещала быть жарко. Этот матч, забегая вперёд, вполне оправдал ожидания. С первых минут игра шла на встречных курсах. И в равной борьбе команды раз за разом обменивались острыми атаками. Каджи Магомедов, передача налево, опасный момент! Шикарный удар Игасенов! Какая же реакция! У соперников ровно 50 минут, чтобы выявить сегодня сильнейшего. На трибунах их активно поддерживают болельщики, которые буквально гонят свою любимую команду вперёд. «Казбек! Казбек!» Группа поддержки из Казбековского района приезжает в Махачкалу каждую неделю. Для болельщиков матчи Лиги НФЛ это не только возможность поддержать свою команду, но и повод встретить своих друзей и сельчан. «Каждый болельщик, каждый человек приехал из Казбековского района, два часа пути. Где команда, где Казбек, там и наша команда болельщиков. Поэтому каждый день, на каждую игру будем приезжать и поболеть за нашу команду». Игра за Суперкубок НФЛ символизирует начало нового сезона. В этом году увеличилось количество команд-участниц. Есть позитивные изменения в организации турнира. В частности, улучшилось качество видеосъёмки матчей. Игры транслируются в прямом эфире. Молодой и амбициозный коллектив Лиги буквально живёт своим любимым делом, стараясь каждым разом нести что-то новое. «Это субботный день. Начинается он у нас в 7-8 утра, завершается вечером, поздно. Усталость такая боя даже приятная. Люди, окружение, помимо того, что есть 18 команд, в каждой команде порядка 20 человек в заявке. Этими людьми не ограничивается этот турнир. Есть люди, которые даже сегодня пришли около футбола, которые болеют, переживают. Это турнир, который всё равно даёт определённый досуг. Я не хочу говорить о каких-то больших вещах. Просто минимум для нашей республики, для нашего города Махачкала. Это хороший турнир. Это турнир, который есть возможность себя проявить, себя чем-то занять и хорошо провести время». Эффект 12-го игрока в этом матче, возможно, и принёс Казбеку свои плоды в игре с более маститым соперником. Развязка наступила во втором тайме. Счёт пушечным ударом после отскока из штрафной площади открыл защитник «Синих» Гасан Камилов. После этого гола казбековцы сумели развить преимущество. За пять минут до окончания встречи Шамиль Саидов положил снаряд в девятку после розыгрыша штрафного. А затем голом после рикошета от защитника «Монолита» отметился Гарун Агалханов. Лишь в добавленное арбитром время чемпионы лиги сумели размочить счёт. 3-1 победа Казбека, который выигрывает свой второй трофей в МФЛ. Для нас игра сложилась очень хорошо. Пожалуй, самая дисциплинированная и качественная игра в нашем исполнении за всё существование МФЛ, наверное, сегодня можно было наблюдать. Нам больше повезло, я могу сказать. С соперникам ничего не получалось. И мы использовали свои моменты. И, может, больше хотели выиграть за счёт болельщиков. И стимул был такой. Новый сезон лиги МФЛ стартует уже в ближайшие выходные. Турнир с этого года носит официальный статус и входит в календарный план Минспорта. А это значит, что победитель, помимо денежного приза, получит возможность отправиться на чемпионат России в формате 8 на 8. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Ещё больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин